Всем привет! В этом видео хочу показать вам свои покупки за апрель. Начнем мы в этот раз с ухода за телом, потому что для волос я в апреле ничего не приобретала. Хотела я в апреле не покупать гели для душа, но зашла в подружку, и там мне на глаза попались вот такие симпатичные баночки от бренда LPK. Такие маленькие дорожные гелики, симпатично оформлены. Цена каждого такого геля 119 рублей за 100 мл. Всего в линейке представлено 3 аромата. Манго, баблгам и шоколад. Шоколадный я брать не стала, а душку шоколада или кофе в уходовой косметике я не люблю. Что же касается ароматов этих гелей для душа, они не такие интересные, как можно предположить, читая название душек на упаковке. Например, баблгам пахнет не так интересно, как, например, гель у Фаберлик. Просто какие-то конфетки. Может быть жвачка, но не такая интересная, не такая задорная и яркая, как мне бы того хотелось. Но аромат довольно-таки приятный. Что касается манго, здесь все поинтереснее. Манго пахнет тоже какими-то конфетками, жвачками, но послаще. Такой более задорный, более яркий аромат. Была акция в подружке в апреле 3 по цене 2. Я по этой акции купила 2 геля, еще одно средство, которое покажу вам чуть позже. Оно было дешевле 119 рублей. И получается, что 2 геля и еще одно средство мне вышли, скажем так, 80 рублей. 80 рублей для такого геля. Это еще куда ни шло цена. 120 без каких-то скидок все-таки не очень хорошо. Также в подружке появилась еще одна новинка. И это облепихово-кедровый скраб для тела от марки облепиха Сиберика. Ранее я от этой марки покупала облепихово-медовый скраб. Причем приобретала неоднократно. С большим удовольствием всегда пользовалась. И одна банка у меня даже в запасах стоит. Облепихово-медовый скраб достаточно жесткий. Что же касается этого скраба, раз он заявлен как скраб для сухой кожи, наверное, он будет помягче. В составе у нас что здесь? Скорлупа кедрового ореха как абразив. Также органическое масло алтайской облепихи. Ну и я полагаю, что будет тоже яркий, приятный облепиховый аромат. Так, объем упаковки 300 мл, цена без скидки 429 рублей. Да, подорожали скрабы от облепихи Сиберики. Без скидки не подступишься, без какой-то акции. Но, опять же, 3 по цене 2 акция сыграла свою роль, поэтому я этот скраб приобрела. Ну что ж, рано или поздно возьму в уход. Надеюсь, хороший. Как гласит народная мудрость, готовь сани летом, телегу зимой. Я решила именно сейчас, в начале лета, подготовиться к холодному времени года, когда у меня начнутся проблемы с моими многострадальными ногами, от коленей до ступней кожи. Там начнет сохнуть, зудеть, чесаться. В общем, будет ад. Я увидела в подружке вот такие средства от марки Эвелин Косметикс. Я не думаю, что это новинка. Скорее всего, они уже давно там представлены. Я просто не присматривалась. Как-то раз зашла в магазин, гуляла рядом со стендом Эвелин Косметикс, увидела эти банки, поближе с ними познакомилась, решила взять. Так, давайте начнем вот с этого средства. Оно из линейки Bodycare Med. Здесь в составе 10% мочевины. И это увлажняющий питательный бальзам для тела, для сухой и чувствительной кожи. Вот с такими проблемами кожи он должен бороться. Должен убирать сухость, шероховатость, тянутость, обезвоживание, зуд, раздражение и покраснение. Половина списка зимой меня преследует, к сожалению. Объем этой упаковки 350 мл. Цена без скидки 399 рублей. Помпа, дозатор, все очень здорово, замечательно, хорошие обещания. Я решила, что нужно попробовать, вдруг это средство меня спасет. Что касается второй упаковочки, на фасаде на русском языке ничего не написано. Но на обратной стороне мы можем с вами увидеть, что это восстанавливающий питательный лосьон. Он обогащен активными компонентами, идеально подобранными для бережного ухода за очень сухой, лишенный плеска и здорового цвета кожей. Что у нас здесь, какие действия у этого лосьона. Он глубоко увлажняет, питает, восстанавливает, устраняет шелушение, регенерирует, повышает упругость, предотвращает увядание, придает мягкость, гладкость, восстанавливает барьерную функцию дермы. Для моих ног это тоже то, что нужно. Объем такой же 350 мл, цена пониже 379 рублей. Здесь нет уже помпы-дозатора, что, как по мне, даже удобнее. Всегда можно баночку перевернуть и до конца использовать. Что касается средств с дозаторами, до конца помпа никогда ничего не выдает. Все равно придется как-то плясать с бубном, откручивать, вытряхивать. Но, наверное, если эти средства у меня пойдут в уход, ну, не одновременно, но друг за другом, я просто буду крышечку менять. Ну, вообще, когда я буду эти средства использовать вместе, друг за другом или вообще одно средство в этом году, а второе в следующем, неизвестно. Но, в любом случае, крышечку, пожалуй, сохраню. Для тела я больше ничего не приобретала, так что давайте перейдем к уходу за лицом. Начать я хочу вот с такого средства от марки Pure Line. Когда я в интернете увидела вот эту линейку Pure Line, я почему-то подумала, что это какая-то новая марка. Но потом читалась повнимательнее и выяснила, что это та же самая чистая линия, только подороже. Ну, давайте начнем вот с этого средства. Это гель-флюид для умывания с витамином С и аргинином. Также в составе комплекс Seven City Care. В этом комплексе есть активцентелла азиатской и растительные пребиотики. Приобретала я этот гель в гипермаркете АКЕЙ. Там он без скидки стоил 289 рублей за 185 миллилитров. Что нам обещает делать это средство? Что оно нам обещает, кроме очищения без сухости? Семь преображающих эффектов, которые на упаковке этого геля не заявлены. Также защита от воздействия окружающей среды. Мне кажется, что здесь речь не о конкретном этом средстве, а вообще о всей линейке. А так нам вот еще обещают воздушную пену для бережного очищения. Ну, чистая линия, она, как обычно, в своем репертуаре. Прочитайте, что на упаковке написано, и толком ничего не поймете. Просто умывалка. Не более. Нигде не написано, что этим средством можно удалять макияж, и этого я делать не буду. Просто буду умываться или, да, очищать кожу. Симпатичная новинка, симпатичное оформление. Следующее средство из линейки Beauty Protection – это эксфолиант гаммаж для лица с фруктовыми кислотами и рисовой пудрой. Тоже есть комплекс 7-City Care. Это средство обещает нам глубокое очищение. Что еще мы можем прочитать? Фруктовые кислоты в эффективной концентрации 5% бережно обновляют кожу, придают сияние и мягкость. Рисовая пудра и ухаживающие гранулы деликатно очищают и выравнивают рельеф кожи. Какие-то черные вкрапления непонятные. Тоже такая желеобразная текстура, как и в случае с гелем, флюидом. Так, что по цене? 315 рублей в подружке без скидки за 110 мл. Так, способ применения, простите, очень мелко написано. Небольшое количество гаммажа нанесите на увлажненное лицо и шею, исключая область вокруг глаз и губ. Легко помассируйте, смойте через 1-2 минуты теплой водой. Для более глубокого эффекта увеличьте время выдержки до 5-7 минут. Затем опять же смойте. Ну что ж, с удовольствием попробую. Не сейчас, потому что все, с кислотами я завязала, с любыми. До осени, получается, это средство будет стоять в моих запасах. Ну, симпатичная новинка, мне очень она понравилась. У чистой линии, наконец-то, появились сыворотки для лица. Конечно же, я приобрела такую сыворотку. Всего их 2. Моя сыворотка для комбинированной жирной кожи с витамином С, с неоцинамидом. Обещает она нам экстра сияние и восстановление. Давайте, кстати, ознакомимся, что делает комплекс 7-City Care. Какие он эффекты нам обещает. Вот, смотрите, сияющая кожа. Меньше признаков раздражения, баланс микробиома, сохранение упругости, комфорт, дополнительное увлажнение и восстановление. Ну что ж, очень приятные обещания. Эта сыворотка за одно применение должна придавать моей коже сияние, разглаживать кожу и меньше моя кожа должна жирниться. Ну что ж, это меня тоже, в сущности, радует. Неоцинамид улучшает микроциркуляцию, снимает раздражение, витамин С, повышает эластичность, придает коже сияние и здоровый цвет. Кстати, сыворотки эти небюджетные, их объем 30 мл, а цена в подружке без скидки 475 рублей. Да, линейка PureLine небюджетная. Давайте посмотрим на саму сыворотку. Скромный пластиковый такой флакончик с пипеткой. Все очень скромно и почти на 500 рублей, согласитесь, ни разу не тянет. Но, возможно, по действию потянет, кто ж его знает. Наносить эту сыворотку нужно на чистую сухую кожу лица, равномерно распределять. Как часто пользоваться, непонятно, но думаю, что утром и вечером. Вот три средства из линейки Beauty Protection я купила. И, пожалуй, еще пару-тройку тоже приобрету, но уже, получается, в следующем месяце. Кстати, кто заметил, сыворотки я уже давненько не покупала и в апреле разошлась. Снова несколько упаковочек приобрела. Первая сыворотка это PureLine. Вторая сыворотка это сыворотка от марки Artvisage. Помните, в пустых баночках буквально недавно я очень расстраивалась, что с сайта Wildberries пропали сыворотки от этого производителя. Мне в комментариях написали, что их можно приобрести в золотом яблоке, можно купить на Яндекс.Маркет, а я вот нашла в подружке. Да, они появились в подружке, как и тональные кремы Artvisage, что меня лично очень порадовало. И вообще подружка все больше и больше начинает становиться похожей на улыбку радуги. Это меня немножечко расстраивает. Ну да ладно, это такое отступление. Вернемся к этой сыворотке. У меня вариант с такими гранулками небольшими. И это сыворотка лифтинг. Повышение упругости, восстановление контура и бархатистость кожи. Ну, как обычно, все мелким шрифтом тут расписано. Это сыворотка с коллагеном. Простите. Она восстанавливает упругость, молодость кожи, четкость контуров лица. Улучшает эластичность, обеспечивает увлажнение, бархатистость и исключительный разглаживающий эффект. Подготавливает кожу к макияжу, уменьшая количество морщинок, шероховатости и покраснения. Благодаря легкой гелевой текстуре быстро впитывается, не оставляя ощущения липкости. Волшебные микросферы с витаминами без следа растворяются при нанесении. Поскольку у меня был уже опыт взаимодействия с сыворотками от Artvisage, могу сказать, что да, липкости предыдущая сыворотка не оставила. Гранулы на коже, опять же, никак себя не проявляли, они растворялись. И сыворотка была очень даже приятная и комфортная. Надеюсь, эта сыворотка такая же. Здесь лифтовая помпа. Так вот все это выглядит очень симпатично и мило. Это гелевая текстура. Предыдущая сыворотка у меня разлетелась достаточно быстро. Объем невелик, всего лишь 19 мл. В случае с этой сывороткой я буду более рачительной, постараюсь немножечко так сэкономить. Да, не сказала вам, сколько эта сыворотка стоит. Подружке ее цена без скидки 555 рублей. Не бюджетно, но сыворотки, в общем-то, неплохие у Artvisage. По крайней мере, та гиалуроновая увлажняющая была очень хорошая. И я рассчитываю, что это мне тоже понравится. Я рада, что в подружке появилась марка Artvisage. И еще третий вид сыворотки там тоже есть. Не помню, какая она. Антивозрастная, кажется. Когда-нибудь обязательно тоже приобрету. Ну а третью сыворотку я приобрела на сайте аптека.ру. Не смогла пройти мимо сыворотки, которая называется молодильная сыворотка. И стоит при этом эта сыворотка молодильная всего лишь 153 рубля за 25 миллилитров. Ну вот кто бы прошел мимо, я никак не смогла. В составе этой сыворотки никотиновая кислота, гиалуроновая кислота и альгинат. Обещают нам интенсивное увлажнение и омоложение. Для получения мгновенного результата и улучшения внешнего вида нужно наносить эту сыворотку в количестве 4-5 капель на чистую кожу лица, шеи и области декольте. Распределить, дать высохнуть, через 5 минут нанести крем. 1-2 раза в неделю применять, 1-1,5 месяца. Представляете, за месяц-полтора можно омолодиться за 153 рубля. Потрясающе. Да, кстати, это марка Медика Мед. Я что-то от них приобретала. Чудес никаких не увидела от их средств. Кажется, у меня были концентраты, эластин, коллаген, что-то такое, что нужно было добавлять в кремы. Но никаких проблем с кожей у меня их продукция не вызывает. Никаких прыщей, закупоренных пор. Ну и я решила, почему бы не попробовать молодильную сыворотку. Вот, купила и буду пробовать. Кстати, можно также с помощью этого средства укреплять корни волос. Так, а как это нужно делать? 2-3 капли добавлять в порцию шампуня или бальзама. Ну здорово, почему бы и нет. Давайте посмотрим на упаковочку. Это тоже по ощущениям пластик. Да, пластик. Тоже выглядит вполне миленько. Конечно же, попробую и пользоваться буду по инструкции. Где-то, наверное, 2 раза в неделю. И, конечно, я рассчитываю на омоложение. Но это, естественно, сказки. За 153 рубля никакого омоложения не будет. Но увлажнение пусть хотя бы будет. Это уже здорово. Следующее, что я хочу вам показать, это кремы для лица по акции 3 по цене 2. Я купила сразу 3 крема. И они все корейские. Вот такие симпатичные. Два крема для себя. Взяла один для своего мужа. Давайте вот с этих кремов начнем. Это марка E-Choice. Вес каждого крема 30 грамм. И цена без скидки 599 рублей. Да, довольно сильно за последнее время подорожали эти кремы. Когда-то я их покупала рублей за 300, наверное. Ну, ладно. Те времена прошли. Что о них, собственно, вспоминать? Давайте вот про этот крем поговорим. Он с коллагеном и эпидермальным фактором роста. Кажется, 2 раза таким кремом я уже пользовалась в холодное время года. Он прекрасно питает и увлажняет кожу. Достаточно экономичный. Месяца на 2 такой упаковки мне хватает. Защищает кожу, восстанавливает. Все замечательно. Но нам, конечно, здесь обещают упругость и эластичность. Я этого не заметила. Питание и увлажнение, да. Разглаживание мелких морщинок в моем случае нет. Уменьшение выраженности глубоких тем более нет. Лифтинг эффекта я не заметила. Просто хороший крем на холодное время года. Давайте покажу вам упаковочку. Скромный тюбик. У крема довольно яркий аромат. Мне этот аромат нравится. Хороший крем. Купила еще раз, что говорит о том, что я им осталась довольна. Что касается второго крема. Он с гиалуроновой кислотой. И такой крем ранее я не приобретала. Что нам здесь обещают? Этот крем способствует поддержанию нормального водного баланса. Создает внутренний объем ткани. Улучшает рельеф кожи. Предупреждает и замедляет старение. Разглаживает морщины. Увлажняет, защищает. Предотвращает формирование рубцов. Давайте посмотрим на упаковочку. Она такая же скромная. Я про этот крем ничего не знаю. Но мне кажется, что он тоже больше для холодного времени года подойдет. Этой зимой или следующей я, вероятнее всего, этот крем, конечно же, использую. Когда в подружке идет акция 3 по цене 2, и вы делаете заказ на сайте, велика вероятность, что средства вам придут с не очень хорошими сроками годности. Эти кремы имеют срок годности до конца 2024 года. Так что особо надолго в запасы их, конечно, не поставишь. Но ничего страшного. Что касается третьего крема для лица, это марка Альфреда Фимос. Крем корейский. А бренд какой-то совсем не корейский. Не знаю, почему так бренд назвали. Но это и не важно. Важно, что вот эта коробка вмещает в себя банку, в которой находится 100 мл крема. Представляете, 100 мл. И стоимость 679 рублей без скидок. Я методом проб и ошибок выяснила, что для кожи моего мужа корейские кремы – это то, что доктор прописал. Подобные кремы он пробовал. Они всегда прекрасно убирают шелушение, покраснение, никогда не забивают ему поры. И кожа выглядит очень хорошо у него с этими кремами. Но корейские кремы сейчас стоят очень небюджетно. Поэтому я увидела такую большую банку, подумала, что мужу хватит надолго и купила. Муж, кстати, уже пользуется этим кремом. Не скажу, что он его экономит, но и не в большом количестве расходует. Где-то недели три, наверное, он его уже использует. Аромат у этого крема косметический, достаточно приятный. Текстура тоже весьма приятная. Я как-то раз этим кремом воспользовалась. Впитывается он достаточно быстро. При этом моя кожа с ним блестит, но она чувствует себя увлажненной и напитанной. Моей коже было комфортно, коже мужа комфортно, никаких высыпаний, никаких проблем, все замечательно. Он перед сном этот крем наносит, и все шелушения у него прошли. Ну, и тепло пришло. Уже пора бы им было пройти естественным образом, но с этим кремом и кожа мягкая, и все замечательно. Так, а что нам обещают на коробочке-то, кстати? Этот крем содержит гиалуроновую кислоту, он интенсивно увлажняет кожу лица, препятствует быстрому испарению влаги. В составе центелла азиатская, которая обладает мощным противовоспалительным действием, за счет чего крем успокаивает и тонизирует кожу. Ну да, его кожа выглядит очень даже неплохо. Мужу крем понравился, я рада, что смогла ему угодить. И, надеюсь, в ближайшую пару-тройку месяцев задумываться о том, какой крем дать мужу, мне не придется. Эта банка прослужить должна ему достаточно долго. Еще один крем для лица я приобрела на сайте аптека.ру, и это питательный крем от марки Хималайя с алоэ вера и витанией. Посмотрите, какая банка увесистая. Здесь 150 мл. Цена на сайте была на момент покупки 189 рублей. Ранее я покупала кремы от марки Хималайя. Самая низкая цена на них, которую я, по крайней мере, видела, это 79 рублей в фикс-прайсе за 50 мл. Здесь 189 за 150. Причем, кстати, на сайте аптека.ру этот крем продается в маленьких баночках и стоит в районе 150 рублей за 50 мл. Согласитесь, такую банку взять, конечно же, намного выгоднее. Этот крем я уже использовала для шеи области декольте. Мне очень понравилось. У него приятная текстура, такая плотненькая. Этот крем хорошо напитывает, увлажняет кожу. Не вызвал никаких проблем на зоне декольте. Очень хороший оказался крем с большим удовольствием. Купила несколько маленьких упаковочек, списывала баллы, поэтому мне подешевле вышло. И когда увидела за не очень большую цену на аптеку.ру большую банку, конечно же, тоже схватила. Мне такого объема хватить должно месяца, наверное, на полтора-два. Да, очень хороший крем. На лицо не наносила и не планирую, но для шеи и области декольте на холодное время года это действительно классный вариант. Также в апреле я приобрела несколько тканевых масок в магазине Магнит Косметик. Были скидки на тканевые маски. Я выбрала три, такие симпатичные. Они меня заинтересовали. Первая маска от марки, название которой я даже пытаться не буду прочитать. Это маска с чайным деревом и с чем-то там еще. А, с морским илом. Стоила она 60 рублей. Очень симпатичная маска с каким-то принтом на ткани. Миленькая. У девочек видела такие маски. Теперь вот тоже приобрела. Также две маски я купила от бренда Skin Maman. Вот так они выглядят с цветочками. Гортензия стоила 40 рублей. И жасмин. Он стоил 45 рублей. И прозрачные, симпатичные упаковочки. Очень мило все это выглядит. Надеюсь, будет приятный цветочный аромат. Следующие маски я приобрела в Экспрессе. На глаза мне попалась третья маска с принтом, навеянным Ван Гогом. И это маска от марки Шири. Увлажняющая. Маска для всех типов кожи. Из наноматериала какого-то. С чем она, я пытаюсь понять, но у меня не получается. Ну и ладно, неважно с чем. Главное, чтобы работала. 62 рубля она стоила. Симпатично. Все три маски с таким принтом у меня есть. Можно уже начинать ими пользоваться. Также от марки Мерине. Мне попались на глаза вот такие симпатичные маски. Ранее я таких не видела. Маски флюидные. Одна с гиалуроновой кислотой для увлажнения. Тут какой-то виноградик нарисован, что ли. Вторая с витамином С. Она активно восстанавливающая. 79 рублей за упаковку. Ну что ж, попробую. Маски от Мерине мне нравятся. И еще две маски я купила в гипермаркете ОК. Это маски от марки 100 рецептов красоты из линейки Суперфуд. Взяла две одинаковые с манго. Кокосовыми масками из этой линейки я когда-то уже запаслась. Есть также, по-моему, у меня клубничная. А вот манго давненько не было. Решила приобрести и вспомнить хорошие маски или, может быть, не очень. Витаминная бомба. Ну что ж, проверим. 58,50 за маску. Цена такая была ярко, симпатично. Аромат должен быть тоже приятный. Так, что еще я купила для лица? Последняя моя покупка это подушечка для снятия макияжа от бренда Love. Покупала в магнит косметик. Не в скидочный день пришла, поэтому по полной цене купила 130 рублей. Симпатичный такой спонжик. Симпатичная подушечка, розовенькая. Довольно-таки крупная. Посмотрите, мягкая. Там внутри поролон. Такое все это пушистое, такое милое. А если я правильно понимаю, то подобными гаджетами можно без специальных средств удалять макияж, просто смочить этот спонжик и пройтись по коже. Я так никогда не делала, я про это ничего сказать не могу. Но вот что подобные спонжики прекрасно делают, так это удаляют глиняные маски. Любые, даже те, которые с кожи вообще никак не хотят убираться. С помощью такого спонжа смываются очень быстро и замечательно спонжик потом. Промываете. Здесь есть петелька. Вешаете, он сохнет. И готов к последующему использованию. Можно стирать в стиральной машине такие спонжики. С ними вроде бы как ничего не должно происходить. Ну, я пока не пробовала в стиральной машине стирать свои спонжики. Но думаю, что ничего страшного не будет. Такой он розовый, милый, но классный. Прям не насмотреться мне на этот спонжик. У меня все синенькие, а розового не было. Теперь вот есть. Цена, конечно, высоковата. В фикс-прайсе подобные спонжики продавались, по-моему, за 59, что ли, рублей. Но они всего лишь один раз попались мне на глаза. Я вот купила такой спонж себе. А потом пришла закупиться еще парой-тройкой про запас, а их уже и нет. И вот хожу уже месяца два, ищу, не могу найти. Не найду ничего страшного. Я уже запаслась спонжиками с Вайлдберрис, и вот такой спонжик купила. С огромным удовольствием буду пользоваться для удаления глиняных масок. С уходом за лицом мы, наконец-то, с вами закончили. Теперь давайте перейдем к уходу за руками. В магазине «Улыбка Радуги» я приобрела очередную упаковку средства для удаления кутикулы от марки «Евелин Косметикс». Это крем-гель профессиональный стоп неаккуратной кутикуле 12 мл объем, 188 рублей, цена без скидки. Вот так выглядит тюбик, который прячется в этой огромной коробке. Я не знаю, какое это средство по счету, но явно больше 10 таких упаковок я за несколько лет уже использовала. Мне это средство очень нравится. Конечно, оно не удаляет кутикулу, оно ее размягчает, и вы ее спокойненько потом можете отодвинуть апельсиновой палочкой, либо же пушером. Потом либо обрезаете ее, либо не обрезаете, на ваше усмотрение. Я делаю обрезной маникюр. Никаких заусенцев, никакой сухости, никаких проблем. Отличное средство. Я им довольна. Если бы была недовольна, согласитесь, не покупала бы раз за разом одно и то же средство. Одна баночка заканчивается, я достаю следующую из запасов. Вот этим средством я на данный момент пользуюсь. Большим удовольствием. Такой упаковки мне хватает очень надолго. Маникюр я делаю где-то раз в 7-10 дней с использованием этого средства. Полгода минимум такая упаковочка у меня стоит. Классная вещь. Очень ей довольна. В магазине подружка я приобрела увлажняющий крем-баттер для рук интенсивный уход от марки Кафе Мими. Стоимость его 99 рублей за 50 миллилитров. Этот крем я покупала вместе с маленькими гелями для душа, которые ранее вам показала. И по акции 3 по цене 2 он мне достался бесплатно. Выбрала специально такую упаковку лаконичную, без бабочек, без цветочков. Кремов купила специально для мужа. В последнее время у него очень сильно сохнут руки. Дома он кремами пользуется, а вот на работе у него кремов нет. И чтобы носить с собой на работу, ему что-то потребовалось. Я ему дала упаковку крема в более маленьком объеме. Думаю, скоро уже будет пустая баночка. И специально для него купила еще один крем. Он такой скромный, серьезный. И вполне мужчина может достать такой крем из сумки. Он не розовый, не какой-нибудь там желтенький, а синий. Такой мужской, скажем. Я надеюсь, что аромат этого крема для рук тоже будет скромным. Здесь, правда, заявлен экстракт лотоса и камилии, маслаши, миндаля и вербены. Есть подозрение, что крем может пахнуть как-то достаточно ярко. И в то же время я пару раз сталкивалась с кремами от марки Кафе Мими. И те, что у меня были, они не очень яркую отдушку имели. Возможно, этот тоже будет неяркий. Но рано или поздно муж, конечно же, заберет у меня этот крем, протестирует аромат, расскажет, что этот крем собой представляет. А я потом в пустых баночках вам об этом поведаю. Ну и напоследок покажу вам средства по уходу за ногами. И это мои любимые скрабы для ног от Bieland и Happy End. Господи, как же я рада, что они снова появились на Wildberries. Мне об этом написали мои зрительницы, очень меня этим обрадовали. Конечно же, я сразу побежала на сайт Wildberries смотреть, сколько этот скраб стоит. И вы знаете, его цена весьма даже приемлемая. 165 рублей за 125 грамм. Было время, когда я эти скрабы покупала даже дороже. Ну, правда, были времена, когда я его покупала и дешевле. Но 165 рублей для этого скраба в наше время это очень хорошая цена. Я обожаю скрабы Happy End. Они классные. Там в составе пемза. Очень много частичек. Хорошая база. Не густая, не жидкая. Если наносить этот скраб на слегка влажную кожу, потрясающий массаж. Такой приятный. Все вот эти акупунктурные точки на ваших стопах этот скраб промассирует. И действительно какая-то легкость в ногах появляется. При этом кожа отшелушена, отскрабирована, подготовлена к дальнейшему нанесению крема. И аромат приятный у этих скрабов. И хватает, в принципе, этого скраба достаточно надолго. Особенно, если его с чем-нибудь еще чередовать. По всем фронтам отличнейший скраб. Я очень рада, что он снова появился. Я снова купила, хотя в запасах несколько упаковок есть. Надеюсь, больше этот скраб никуда не пропадет из продажи. Потому что каждый раз расстраиваться от того, что он исчез, это выше моих сил. Действительно, очень хороший и достойный скраб. Кто не пробовал, попробуйте. Вот такие у меня были покупки в апреле. Надеюсь, это видео было для вас интересным. Большое спасибо за то, что вы его посмотрели. Всем пока!